Меня зовут Лукбек. Я работаю в компании Lights Creative Group. Работаю я в программе такой, как Goudini. Это пока о себе все. Хотел рассказать вам, что такое 3D-пакет как Goudini. Сам 3D-пакет как профессиональный 3D-пакет считается в основном стандартом в индустрии спецэффектов, всяких фильмов, нефильмов. Все последние фильмы, которые вы смотрите, я не знаю, какие-то те же сериалы, что «Игра престолов», фильм «Стители», где в основном идет компьютерная графика, там обязательно использовался Goudini. Но Goudini он силен не только именно в спецэффектах, он силен во многих других сферах. Почему-то его так многие считают, что Goudini как бы только нацелен на VFX, то есть визуальный эффект, но нет. Goudini он очень силен именно в разработке игр, в мошен-дизайне, ну и конечно же в анимации, 3D-персонаже, да. Также и в моделировании. Моделирование у него чуть-чуть другое. У него моделирование идет как бы основывается он на процедурном моделировании. Ну конечно обычный моделинг тоже можно использовать, как в других 3D-пакетах. Но Goudini он силен процедурным именно. Я сегодня подготовил несколько материалов для сегодняшнего вебинара. Я потом на экране это покажу. Программа, она как бы не очень популярна сейчас в СМГ, насколько я замечаю. Но ребята очень, многие 3D-шники, которые в 3D-пакете работают, они многие уже внимание обращают на Goudini. И больше всего, мне кажется, будущее именно за этим 3D-пакетом. Если вы даже в интернете, на ютюбе посмотрите Goudini сравнение с другими 3D-пакетами, люди, которые сравнивают, именно профессионалы сравнивают, они не сравнивают как предвзятые или как-нибудь, а именно объективно. И больше всего они склоняются, что Goudini, за Goudini именно будущее. Проекты, которые многие делаются сейчас в фильмах, они такие очень сложные, комплексные. Поэтому другие 3D-пакеты, я даже не буду называть их, много, конечно. Дело в том, что другие 3D-пакеты, они очень долго времени отнимают, чтобы такое сделать. И чтобы именно правильно сделать. А особенно, когда нужно менять сцену. Если какая-то сцена сделана, людям это не понравилось, вам придется переделать сцену. Если скажут, внести изменения, вам там чаще всего приходится очень много манипуляций делать, чтобы переделать эту сцену. В некоторые моменты приходится даже с нуля делать. В Goudini это реализовано чуть-то по-другому. Именно вот процедурный подход, он облегчает вот эту часть. То есть я хочу сказать, что именно больше эффективности работы в Goudini, он реализован, мне кажется, он намного лучше реализован, чем других 3D-пакетов. А что касается инструментов, там панели инструментов, насколько она проста в освоении? Еще раз. Панели инструментов, которые имеются в софте, насколько ее просто можно овладеть? Нужны ли какие-то специальные курсы? Или она интуитивная? Ну она немного, она сложнее, чем другие 3D-пакеты, если честно говоря. Поэтому мы вот в компании запускаем курсы по Goudini. И именно вот я хотел объяснить, именно суть Goudini нужна. Многие ребята, которые особенно работают в других 3D-пакетах, которые решили перейти на этот Goudini, скажем, они соображают, вообще у них мышление такое же, как и в предыдущем 3D-пакете. Но тут мышление совсем другое. А вот кто изначально приходит, новичок, мне кажется, если изначально он будет смотреть, думать как Goudini, скажем, да, так, мне кажется, они не так уж и схожи покажутся. Но Goudini инструментарий основан в основном на нодовой структуре. Я так попытаюсь объяснить сейчас. Тут каждое действие есть такие понятия, как ноды. Ноды — это узел. И вы, наверное, видели всякие схемы, когда, вот, например, скажем, новые нейросети, не нейросети показывают, они такими схемами идут. То есть есть источник, от него такие ветки идут, дальше больше, и как дерево ветки идут. Вот это нодовая структура называется. И Goudini основан на нодовой структуре. Получается, что каждая нода — это какое-либо действие или какая-либо функция. Последующая нода дополняет предыдущую ноду. Получается, и в конце проекта вот застраивается такое дерево. Дерево такое, что вы можете вернуться обратно к первой ноде, переделать первую ноду, а она автоматически применится к последующим нодам. То есть можно редактировать в любой момент. У вас проект не теряется. У нас есть вопрос в чате. Он пишет, что первый раз он слышит про эту программу, и хотел бы узнать побольше про процесс работы с этой программой и нужно ли прописывать логику. Очень правильный вопрос, да. Именно, кстати, программа такая, потому что вот люди те же художники, если скажем, такие более творческие люди, которые любят делать все от руки, то есть рисовать, если что-то изменить, прям вот рукой взять и изменить, да. В гудине это не так делается. В гудине больше именно логика нужна. Именно склад ума, склад мышления, вот это все нужно более логично выстраивать. То есть каждое действие нужно продумать. Здесь нужно, как сказать, алгоритм выстраивать. Желательно на этапе только создания еще, с самого начала. Выстроить какой-нибудь алгоритм. Ну, конечно, я, например, иногда не мучаюсь. Я беру, что-то кручу, что-то там добавляю, что-то прописываю, и что-то у меня получается. Сегодня у меня вот как раз несколько проектов, которые подготовил. У меня один проект так получился, что я его вот просто крутил-крутил-крутил, и что-то такое получилось интересное. Я потом покажу это. А так, конечно, логика здесь гудине, мне кажется, она лучше всех реализована. А нужно ли какие-то основы владеть какими-то основами, чтобы легче было работать в этой программе? Математика школьного уровня. Этого достаточно? Достаточно. Ну, по крайней мере, мне достаточно было. Да, пока вы запускаете, у нас есть тоже еще вопрос из чата, что в Википедии написано, что главное отличие данного пакета в том, что он является средой визуального программирования. То есть можно напрограммировать спецэффект, на какой язык программирования он похож? Тоже хороший вопрос. Язык программирования здесь идет в VEX. Но можно использовать и Python, и Python, кому как удобно, да? Но в основном он на VEX работает. VEX очень похож на JavaScript. Меня с этим очень привезло. Я раньше работал в веб-разработке, и как бы я освоил этот JavaScript, и он чуть ли не идентичен с JavaScript. А JavaScript считается как бы несложным языком программированием. А есть ли какие-либо требования для компьютера? Для компьютера такие же и другие пакеты. Но когда идет симуляция каких-либо таких физических свойств, например, скажем, жидкости или огонь, или там, я не знаю, еще что-нибудь такое, там уже мощность компьютера потребуется, да. А как бы вы работаете с этой программой? Вообще я с 3D познакомился, первое, в 2018 году, в начале. Я начну с программы Cinema 4D. Ну, буквально через полгода я знакомился на такой программе, как Goudini. И меня Goudini прям сразу заинтересовало. Я думал, что я буду как бы совмещать Goudini и Cinema 4D. Но поработав Goudini вот месяца три, я понял, что Cinema 4D мне совсем-то не нужен. А что было лучше? Ну, Goudini гораздо лучше. Но Cinema 4D, он осваивается гораздо легче. У него интерфейс очень дружелюбный. Первый раз, когда я его открыл, я первый свой проект сделал уже спустя, ну, месяц, наверное, я уже первый заказ получил и сделал. Как-то несложный. А вот Goudini, мне кажется, я очень сильно вытянулся. То, что у меня через, если Cinema 4D более-менее он мне дался через месяц, Goudini, я с ним, наверное, целый год маялся. Так, я экран запустил, видно вам? Да, видно. Так, вот, если мы с интерфейса начнем, то, наверное, потом... Да, давайте. Интерфейс в Goudini такой же, как и у других 3D-пакетов. Он имеет две формы, то есть... Сейчас давайте я это посветлее сделаю. Чтобы удобнее он был. Обычный рейтор. Именно покажет 3D-пространство. И на левой панельке это инструмент выделения, там, трансформирования. Ну, все те же обычные, как и у других 3D-пакетов. Сверху у нас имеется инструменты всякие шелфтубы. Это первые, вот, если вам видно, нет, креет написано. То есть здесь создаются именно обычные примитивы, там, та же там, сфера, скажем, обычные, да? Обычные боксы, ну, ничего такого сверхъестественного, обычных. И, как видите, у меня, например, сейчас вот две ноги создались вот тут. Что я создал, например, одна называется сфера, другая, бокс, например, да? Это просто контейнеры. Это не сами объекты, а именно контейнеры. То есть сами объекты находятся внутри. Нам нужно будет зайти в сферу, и мы видим вот саму сферу. И, скажем, в Гудине насчет молодовой архитектуры, да, вот, хотел объяснить. Предположительно, вот, давайте я вам сейчас вот проект открою. Я недавно делаю для Казахского университета. Так. А, вот, на ноутбуке. Нет, ну, давайте я вам даже, в принципе, сделаю. Там задача была такая, то, что нужно сделать... Мне кажется, это очень хороший пример. Задача была такая, то, что нужно было сделать ДНК. Вы знаете, да? Гудине. Ну, как ДНК выглядит, например, вы понимаете, да? Угу. Вот, Гудине, он, в научной визуализации, мне кажется, он номер один вообще. Сейчас я покажу. ДНК. Ну, ладно, кипеть ее, да? Если мы откроем. ДНК. Если бы в других 3D-пакетах это моделировать, ну, сами представляете, наверное, да, как это сложно было бы, да? Все эти шарики создавать правильно, чтобы, да? Но Гудине это реализовано не сложно. Можно именно не в этом программировании, то есть на Vexe. Vexe, он не сложный, но очень простой язык, очень дружелюбный. И такой ДНК, ну, заказ был такой, что такого надо было сделать двадцать две штуки. Двадцать две штуки, и когда они обратились к другим 3D-шникам, они просто нам сказали, вот двадцать две штуки, такое моделировать, и определенную цену им сказали. Они не согласились, потому что очень дорого было. А когда они обратились ко мне, я им сказал одну цену, потому что я им сказал, я вам один проект сделаю, но сделаю так, потому что вы его сами можете менять. То есть даже не зная, скажем, тот же Гудине, да, вы можете его менять и в любой момент. И у вас не двадцать две штуки будут, а у вас там хоть миллион вариантов будет. Мы договорились на одной цене. Получается, в Гудине это делается гораздо легче, чем в других 3D-пакетах. И я вам хотел сейчас на примере показать. Ну, предположим, да, вот, нам нужна ДНК, да, определенная форма, скажем. Я сейчас это пробегусь чуть-чуть. Так. Первым делом, например, здесь можно создавать сразу объект, например, нода кривая. Кёрт называется. То есть это просто рисовать какую-либо кривую, да, это не сложно. И я, например, наша ДНК должна выглядеть примерно, ну... Скажем, я сейчас это нарисую. Вот по этой линии наша ДНК должна идти, да. Я вот эту глазу чуть-чуть. Так, вот наша линия. Я добавлю просто нулевую ноду. Эта нода ничего не делает, что в особо внимания не обращайте. Следующее, например, скажем, у меня сейчас, как видите, там несколько точек, да. Я скажу даже сколько точек. Шесть точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Мне нужно его разбить по маленьким точкам. И следующее действие моё идёт resample. Resample он просто берёт и разбивает именно кривую на несколько точек. Как видите, вот есть у меня первая нода. Я могу к нему обратно вернуться. Я могу его чуть-чуть изменить. Не чуть-чуть, а же, ну, как хочу могу изменить, скажем, да. Поднять. И следующее нода к нему автоматически сама применяется, да, вы? Всем слышно, да? Угу. Так. И, например, скажем, нет. Так, я сейчас запущу. Хочется. Хочется. Не хочется. Спасибо. задача такая мне нужно по этой кривой создать две линии тоже примерно одна линия примерно так будет идти и вторая линия будет вот так идти и вот эта линия должна идти по спирали ну как вы понимаете ДНК да можно просто изначально я выстроил алгоритм уже он у меня конечно уже готов мне нужно просто скажем как я делал именно я брал просто точки копировал на него сдвигал их и две линии создавал рядом с ними вот наши точки и мне эти точки надо будет сдвинуть я насчет школьной математики говорил мне нужно просто найти касательно этой линии некоторым конечно сложно показаться для меня если честно вначале тоже сложно показать то есть я нашел линии по этим линии мне нужно будет выдвинуть вот эти сферы и в чате вопросы задавали то что именно визуальное программирование визуальное программирование именно вот он идет на вексе и вот именно в этой ноде если здесь я не знаю вам видно написано векс билдер да вам видно да вот просто серенький вон так написано векс билдер написано именно здесь само программирование идет только здесь программирование идет именно на нодовой основе то есть каждое действие если не строкой писать можно просто нодами ну конечно можно и строкой писать это другая нода и эти две ноды они в принципе делают одно и то же только один здесь пишется код а второй более удобный для новичков особенно гораздо удобнее так обратно задачи да мне нужно например скажем вот эти все сферы которые скопировались на вот эти точки изначальные да эти точки скопировались эти сферы сдвинуть по вот этим нормальным это называется нормальный и мне по этим нормальным их надо сдвинуть и у меня задача я первое подключаю к первому входу а нормальный подключаю ко второму входу первое первый вход вот их все свойства вот здесь идут вот начиная вот с зелененького заканчиваем с синим и вот если здесь ближе приглядеться тут идут входы другие вход второй вход третий вход четвертый да и нам нужно со второго входа взять нормальный а с первого входа именно позиции то есть мы берем мы просто импортируем отсюда атрибут он называется атрибут нормальный позицию каждый точек вот именно позицию и если я сейчас буду его выдавливать он будет двигаться именно по этим нормальным да видите да а дальше нам нужно у нас есть другая задача все вот эти которые сферы у нас скопировались они не должны просто скопироваться вдоль до этой кривой она должна идти немного по спирали нам тогда нужно сделать что чтобы каждая точка каждая вот эта точка вращалась вокруг своей оси да то есть вокруг касательной оси и каждая точка должна иметь угол больше чем предыдущая точка и мы должны когда мы должны нам нужно вращение вращение страшное название матрица вращения вращение 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 в Corporate вращение И если мы сейчас будем вращаться, они все будут вращаться вокруг этой кривой. Нам нужно, чтобы каждая последующая точка вращалась и имела угол поворота больше, чем предыдущая точка. И тут есть многое, называется пятинам, это просто номер точки. А номер точки, если мы здесь посмотрим, у каждой номер точки первая, это нулевая, первая, вторая, третья. И можно сделать обычной математикой, можно просто взять и каждый поворот умножить на номер своей точки. Если мы сейчас начнем вращать, вот если она идет по спирали уже. Вот, исходная линия у нас есть, и вокруг него идет другая линия, то есть по спирали, да? Я сейчас понимаю, конечно, что многим это сложно показаться. Ну, мы с вами была вращена, да? Не я застил, наверное. Задёжка-то. Ну, мы с вами только 1-1. О, мы вращаемся вращаться в другую очередь. А мы с вами сделаем 2-1. В следующую очередь, в 2-1. Субтитры делал DimaTorzok 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 да насчет игр насчет игр насчет игр гудини сейчас вроде бы на первое место давайте я вам как раз покажу что проекте я не могу я не хочу захватить вот у нас есть дом полностью процедурный если например скажем этот дом вообще для взрыва нужно было взрывать и если мы посмотрим скажем это уровень внутренней части у дома тоже есть крыша это окна дверь ну и стены конечно стены у меня сперва идут простые дощечки второе идут еще внутренний каркас есть это между стенами посмотрим вот эти стены и внутри вот такая щель то есть между ними идет каркас то есть именно для взрыва чтобы вот мелкие дощечки вылетали обязательно чтобы внутренние части тоже были и да и самая лучшая часть процедурного моделирования в том что она процедурно выстраивается это не вручную скажем моделировать если я есть один дом один вариант для игры не нужно будет одного варианта там нужно будет несколько вариантов от одного до двадцати до ста вариантов и вот мне например здесь есть называется он будет подстраиваться скажем я меняю он уже такой вариант дома если я меняю он уже такой вариант могу себе подстраивать и скажем дома вообще по масштабу такой небольшой да конечно мы можем по масштабу делать больше дом станет больше и сидерами менять будет каждый вариант любое число дает просто разные варианты можно от меня хоть доста это все сделать оно будет устраиваться какой был ваш самый первый проект на этой программе это был 3DMATIC я работаю компанией COD PRODUCTION мы занимались 3DMATIC именно кроекцированными с этими проекторами у нас вот надо было моделировать просто небольшое релочное здание и первое здание которое я делал у меня процедурного варианта этот проект был на самом деле конечно когда я его очень долго делал по-моему недели две а сейчас например вот этот домик у меня ушло и опять наверное ушло но этот домик просто преимуществ в том что это домик процедурный как его если менять это было именно для игр то есть я вот такой вариант отдаю они просто меняют числа именно и дом сами варианты просто застраиваются им гораздо легче работать потому что из одного домика они могут сделать очень много вариантов и не надо лезть в моделирование просто число взбивать и все ну вот фрагментация закончилась в МГДе они мне сказали что будут именно срывы и фрагментация идет если сейчас я их включу скажем вот окна ну вот вы сами понимаете да какие они фрагменты они в основе какие-то как паутины да они так взрываются то есть теплые не так взрываются а скажем те же те же рейки те же рейки они взрываются когда вы замечали наверное они на такие щедки взрываются то есть не такими круглыми объектами или такими камнями да а вот именно на щедки взрываются я даже так покажу вот если проглядяться они на вот такие щетки разбиваются. Это электрагментация такая. И, скажем, тот же бетон, он уже на такие части разбивается. В основном люди пугаются из-за того, что первая идет нодовая структура и то, что нужно знать, программирование. Но я так скажу, что программирование необязательно для этого начального уровня. Потому что здесь все на нодах строится, необязательно влезть в код. Можно это много не сделать. И просто код, он облегчает работу. Сколько вам у вас ушло времени на изучение этой программы? Больше года, наверное. А чтобы знать базовые, примерно, насколько вы оцените? Я почему сказал больше года, потому что в Гудине, потому что я проекты какие-либо делал, они ничем не отличались, то, что я мог сделать и Cinema 4D. И вот, когда я уже сделал что-то такое, что я не могу делать Cinema 4D, вот тогда я понял, что вот в Гудине я более-менее освоен. И вот поэтому больше года он не получил. Так, в основном, когда в Гудине я уже с интерфейсом ознакомился, что я им начал пользоваться, уже понимал немного, где-то месяца 3-4, наверное. В основном здесь просто чистит приедет и... Ну, ничего такого сложного. Но в основном, в других 3D-пакетах это просто очень сложно было делать. А в Гудине у меня на этом, к слову, где-то... Ну, частный, у меня в основном только время на рендер. Такие вещи в Гудине они гораздо легче делаются. Многие, конечно, решат, что для таких вещей не стоит Гудине осваивать. Если, скажем, 3D-анимация для персонажей, то, конечно, другие 3D-пакеты есть, как Maya, как Blender. Их легче освоит. И можно изначально уже какие-то результаты выдавать. Но все то же самое Гудине тоже умеет. И, мне кажется, ну, вот именно по риггингу, риггинги это означает, когда выстраивание костей. Есть персонаж у нас, да? И выстраиваться постями на него, чтобы именно этими костями управлять. И, например, скажем, этот процесс называется риггинг. И риггинг, он Гудине лучше всех дляализовывать. Потому что тут, опять же, процедурный подход можно все на любом этапе менять. И, мне кажется, риггинг здесь намного проще сделать. По поводу анимации я не могу ничего сказать, потому что я сам за анимацией не занимался никогда. Но я думаю, что анимация, она тут та же самая. Те же инферменты в каких-то любых производителях. у нас в чате вопрос о курсе, о том, как долго он длится, сколько человек и так далее. По стоимости это вам нужно с менеджером говорить. Курс будет длиться три месяца. За три, в неделю два раза по два часа. Но, мне кажется, мы будем задерживаться, конечно. в группе у нас пять человек будет, пять или шесть человек будет. И в компьютер у нас есть. Но, конечно, компьютер у себя, думаю, не затужен, вернее, иметь, потому что я буду задавать домашние знания, и мы будем это делать. после курса у нас еще самые активные. Мы возьмем на работу, потому что сама компания Life's Creative Group очень заинтересована в программе Гудини. И уже хотели сделать такой отдел Гудиничка, так сказать. Ух ты! А есть ли что-то, чтобы вы не советовали делать Гудини? Я могу только сказать, наверное, что не умеет Гудини делать. Это Гудини не умеет делать трекинг и не умеет делать скульпинг. А в самой программе, конечно, можно сказать, что на данный момент этот 3D-пакет Гудини, он самый дорогой. То есть электронная на него очень дорого стоит. Но для инди-разработчиков, то есть для таких, которые сами работают, мошен-дизайнерами или кем-нибудь есть версия так и называется версия Инди. И она стоит около 200-270 долларов в год. А студийная электронная то есть именно полноценная версия Гудини она стоит около 7000 долларов в год. Какие-то проданные версии можно использовать пока на время, пока обучаетесь? Да, кстати, есть студенческая версия, она абсолютно бесплатная, можно с официального сайта скачать. Есть ограничения, для студента это даже не ограничения. Это в основном для мультфильмов делаются, то есть скажем, есть персонаж и на персонажа должна быть одежда и вы понимаете одежду они меру очень сложно будет. Есть просто симуляция моделировать одежду, запустить симуляцию и она будет просто движение повторять именно персонажем и идет такое движение. Очень хорошо экономит время, да? Да. У кого еще вопросы? Да, думаю, у нас все исчерпаны. Да, стоит попросить ваши контакты на случай, если вдруг у ребят возникнут вопросы или может быть уточнение, чтобы они могли связаться с вами. Танис, можно поговорить? LifeCreativeSchool можно будет в Инстаграме найти, там же сразу связаться с вами, Женя, а не ответить на любой вопрос. Да, но все кажется все очень-очень сложным, не так, как его рассказали. Да, мне, если, конечно, в следующий раз я могу подготовить проекты именно для Андреевичков, мне кажется, поводки того, как у нас студента появятся, можно будет выложить именно работу наших студентов. что получится, как ребята обучаются и насколько это легко, насколько это сложно. Хорошо, тогда мы будем ждать от вас следующего вебинара для новичков, где вы сможете показать работы студентов, чтобы нам стало более проще к восприятию и не бояться начинать. Да, и хотел посоветовать, если кто слушает, посмотреть канал, мне кажется, он на вебинаре самый популярный называется «Будини по-русски». И там весь видео называется «Зачем переходить на будини?» и он там очень долго объясняет видео, где-то час дликся, и он там очень досконально объяснит, почему будини лучше, чем другие 3D-пакеты. «Будини по-русски». Спасибо. Спасибо огромное. Всем пока. Спасибо, уважаемые участники, за ваши вопросы. Очень интересные. Спасибо за интересную беседу. Всем удачи и всем приятного вечера. Спасибо, Алина. До свидания. До свидания.